Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Львовод. У нас идет сейчас 82 занятие. Мы находимся посередине четвертой главы. Врата четвертые. Называется врата упования. Наша тема упования на Всевышнего, много раз уже повторяли, это в какой-то степени вершина служения Всевышнему, когда наша вера дает плоды. Плод непосредственный в том, как мы осуществляем нашу жизнь, как мы осуществляем все идеи, как происходит конкретно наша религиозная жизнь. После всех вступлений в главе четвертой разбирается самая существенная часть, каким образом реализуется упование на Всевышнего в самых разных сферах жизни человека. После того, как мы уже разобрали этих пять сфер, мы сейчас находимся, шестая сфера, это сфера понимания, в чем проявляется суть упования на Всевышнего в надежде на грядущий мир. Так как эта тема была поднята, то необходимо сейчас было разобрать сопутствующую тему, в которой он входит в многих деталях, которые мы на прошлом занятии разбирали, сейчас разбираем. Тема очень непростая. Почему второе не указано, не упоминается вообще вознаграждение в грядущем мире? В этом мире есть и вознаграждение, и наказание, есть много псуки, много слов об этом говорится в Гавторе, но о грядущем мире никаких упоминаний нет. Семь причин указывает нам Рабину Бахе. Семь причин. Только повторим то, что мы в прошлый раз уже начали. Первая причина, она состоит в том, что для человека непостижимо существование души без тела. Непостижимо. То есть, если речь идет о награждении в грядущем мире, там, где тела не существует, то каким же образом Тора может нарисовать человеку, обрисовать ему то самое вознаграждение, обещая то, что он сам даже не может представить человеку свойственно понимать удовольствие и вознаграждение этого мира. Точно так же, как наказание. А что там? Сложно представить. Это не сложно, а даже, как тут написано, непостижимо. Это одна из причин. Вторая причина о том, что, по-видимому, подобная вещь, она настолько очевидна для тех поколений, по крайней мере, что ей не надо было указывать в Торе, так как она передавалась из поколения в поколение, как совершенно ясно очевидную основу понимания всей Торы. Это было, как называется, массоры, традиция. Третья причина, он указывает на том, что в период дарования Торы народ, который вышел из Египта, народ, который в своем большинстве являлся, выполнял рабскую работу, не были рабами. Они находились на должном, скажем так, интеллектуальном уровне, чтобы понять это вознаграждение абстрактное, которое их ждет в грядущем мире. И поэтому ясно очевидно, что должно быть нам, что Тора не может указывать. Тора была дана поколению выходцев из Египта, а обещать им нечто, что они не могут понять на том уровне, в котором они находились, а тогда было неуместно. Еще одна причина. Теперь, четвертая причина, и тут мы остановились посередине, и она очень, так сказать, сильный аргумент, объясняющий отсутствие упоминания грядущего мира в Торе. Застоит в том, что Тора не может обещать нам вознаграждение в грядущем мире, так как совершенно не гарантированно, что мы его получим. Совершенно не гарантированно, что мы его получим. Теперь, давайте, так как это наша тема, давайте начнем ее постепенно разбираться, и мы уже поймем, что дальше. Говорит он так. Причина же того, что нет достаточно одних только добрых дел в том, что если бы даже добрые дела у человека были многочисленны, как песок морской, они не могли бы уравновесить даже одного из бесчисленных благ, сделанных ему Творцом в этом мире, и тем более это верно, если у человека есть грех. До этого речь шла о том, что одних добрых дел, которые человек выполняет, совершенно недостаточно, чтобы достоиться вознаграждения в грядущем мире. Он тут перечисляет, что дополнительно к этому требуется еще несколько условий. Должна быть заслуга того, что он поощрял праведности других, и заслуга его собственной праведности, и заслуга веры, жившей в его сердце, также заслуга его страданий. Много условий для того, чтобы достоиться вознаграждения в грядущем мире. Хотите вознаграждения в грядущем мире, недостаточно быть самому праведником. Нужно и другим тоже помочь, двигаться в сторону праведности. Так, по крайней мере, утверждает Арбейну Бахи, для того, чтобы достоиться грядущему мире. В каком-то смысле надо быть шутав, надо быть сотрудником самого Бога. Ведь Творец сотворил, это армия для определенной цели. Верно? Ты праведник, ты стараешься выполнить волю Всевышнего. Но ты же видишь вокруг себя, что происходит. Его наверняка, образно говоря, Творец страдает в виде того, что человек не выполняет его волю. Если мы хотим идти по его пути, ищем близости к нему, то желание наше должно выражаться в том, что мы должны помогать и другим людям идти по этому пути. В этом смысле, даже если мы это не делаем, но, по крайней мере, сердце болит, по крайней мере, мы молимся, мы становимся соучастниками самого этого грандиозного космического проекта сотворения этого мира. Становимся, как бы, как вы сказали, сотрудниками, партнерами Творца. А если это так, тогда мы удостоимся. Сейчас мы это поймем глубже, почему так. Почему? Потому что, в принципе, нам, если по большому счету, сейчас мы этот счет проделаем, нам ничего не полагается. Человеку ничего не полагается. Снова, давайте, смотрите, что он говорит. Даже если бы у нас были добрые дела, многочисленные, как песок морской, они не могли бы уравновесить даже одного из бесчисленных благ, сделанного Творцом в этом мире, и тем более эта верность у человека из греха. И если бы Творец стал строго взыскивать с него в связи с долгой благодарностью, лежащей на нем, то все добрые дела человека побледнели бы и обратились в ничто в сопоставлении с самым малым благом, сделанным Творцом для него. И все воздаяние, которое даст ему Творец, не положено ему за дела его, а является лишь милостью Творца. Милостью Творца. То есть, если бы речь шла о правосудии, вообще нам ничего бы не полагалось. Вообще ничего не полагалось. А тот факт, что можно говорить об этом, тот факт, что мы можем удостоиться, награды в грядущем мире, это только по полному милосердию Творца. Обратите внимание, когда тут милосердие, давайте переведем на более точный язык, называется хесед. Есть понятие рахамим, есть понятие хесед. Рахамим — это кто-то жалеет нас. Так в этом есть еще наше участие, о том, что мы там, так сказать, такие несчастные, так нас пожалели. А хесед, он не связан с тем, кому дают хесед. Хесед — это всецело от того, кто это дает. Поэтому он связан с артуризмом его. На русском языке просто эта тонкость невозможно перевести. Поэтому награду мы получаем не в заслугу, потому что общий счет просто неуравновешен, как мы сейчас поймем. А как полный хесед, это полный миросердный Всевышний Творец. Давайте поймем это чуть поглубже. Тема эта, как мы понимаем, непростая, требует высокого абстрактного мышления. Но мы на него не будем полагаться. И обратимся к тому, что мы, да, понимаем. Скажите, что лучше всего человек понимает? Деньги. Деньги все понимают. Поэтому, если мы попробуем это перевести на все это на денежный счет, то вполне возможно, что этот общий дебит-кредит нам прояснится. Вот смотрите. Давайте представим себе несколько ситуаций с той и другой стороны. Человек живет. Сколько раз уже говорили. Человек здоров. Столько времени, сколько здоров. Вообще не замечает, что что-то может быть не то. Вообще, что понятие есть больное, он не слышал. Как только что-то заболело, вдруг обнаружил, что из миллиардов, миллиардов возможностей заболеть, у него только одна единственная проявилась. То есть, снова, кто видел медицинскую энциклопедию во всей своей полноте. Он должен быть поражен тем фактом, что он вообще в состоянии одну секунду ходить здоровым. Столько есть возможностей быть больными, и мы, тем не менее, здоровы. Как это все это работает и все это вместе. И вот, давайте предположим, что нога заболела. Заболела так, что он стал хромать. И не только стал хромать, он чувствует, что ему тяжело ходить. Давайте ему спросим, скажи, сколько ты готов заплатить, чтобы снова ходить, как все люди? Ну, давай, говори цену. 100 тысяч, 200 тысяч, что ты готов? Смотрите, у меня таких больших возможностей нет. Но, в принципе, 100 тысяч я готов, да, чтобы выходить. Знаете, нет, 80 тысяч я готов. 80, хорошо, будет 80. Записали. Проходит какое-то время, вдруг он смотрит, что-то с одним глазом не то. Через какое-то время вообще перестал видеть на этот глаз. Ой, одним глазом. И видит что-то, начинает второй глаз тоже. А, перепугался. Ну, давайте вас просто скажи, сколько ты хочешь? Готов заплатить, чтобы не потерять зрение. А не потерять зрение? Да вы что? Все, что у меня есть, готовы. Ну, сколько? Полмиллиона готовы? Давай, готовы. Ну, записали полмиллиона. И проходит какое-то время, что-то он не слышит. Я надеюсь, теперь дальше, все могут продолжить. Сколько мы готовы, чтобы у нас почки работали? Зайдите в диализу, посмотрите на этих людей. Они готовы все, что у них есть, отдать только, чтобы им вернули работу почек. Я же не говорю, что связано с работой, там, и еще как-то, и других органов, которые... Есть органы маленькие такие, поджелудочная железа. Не дай Бог, если будет воспаление, можно сойти с ума от боли. Даже не дойдем до этого. Есть, называется, камни в почке. Даже не надо камни какого-то, песок. Спросите у людей, которые испытали эту боль, когда это выходит, что это такое? Ну, сколько вы готовы, чтобы этой боли не было заплатить? Ну, и давайте начнем теперь. Идем подсчет по всей энциклопедии. Ну, какой будет подсчет? Мы дойдем там, не знаю, до каких-то триллионов, триллионов, триллионов. Это... Долг нам, Всевышнему. Это столько, сколько мы готовы заплатить ему за то благо, которое он нам дает. Я фе. Теперь давайте посмотрим наоборот. Сколько он готов заплатить нам за то благо, которое мы делаем? Да, то есть, в оценке, естественно, человеческой. Выкладывайте тфилин. Утром две коробочки. Одну на руку, одну на голову. Ну, сколько стоит? Сколько готовы заплатить за это? Давайте номинальную стоимость этого оценим. 20 шекелей пойдет? 30 шекелей, 50 шекелей. Дайм, сэм, давай. 100 шекелей все это давай. 100 шекелей. Сколько это стоит? Тебе говорят, вот смотри, есть лулав, да? Надо его трясти. Ну, сколько ты хочешь за это? Трясти сколько там? Три минуты, это одно. Сколько там? Сколько? 15 шекелей, 20 шекелей. Поезжай туда, навести кого-то человеку. Сэндр поедет все равно в свое удовольствие. Заодно я навещу его. За сколько? 5 копеек. Теперь давайте все наши митсвод, которые мы делаем. Я уже не говорю безголовую молитву и все прочее. Давайте заберем, сделаем дебит-кредит, сделаем столько, сколько у нас есть заслуг перед Творцом. И сколько у нас есть, как бы, обязанностей перед Творцом. Сколько мы должны. И вдруг мы обнаружим, что все, что мы для него делаем, все митсвод, все, что нам повелел, с трудом дойдет до, я знаю, до 10 тысяч, может быть, чуть ли не за всю свою жизнь. В то время как то, что мы ему должны, оно там триллионы, триллионов, там уже нету даже нулеписа. Ну, так она, это, есть сопоставимо одно с другом, потому что дает нам, и то, что мы, как бы, возвращаем ему, несопоставимо. А если это так, то откуда у нас, может быть, даже идея, что это вообще нам полагается что-то? Нам что, не полагается? Это то, что тут имеется в виду. А если мы дойдем чуть глубже, будем говорить об этом, не на уровне подсчета финансового, не на уровне, так сказать, простого дебит-кредит, то мы должны себя спросить, секундочку, действительно, те самые повеления, которые мы выполняем, считаем, что это доброе дело, которое мы делаем, действительно, это доброе дело, действительно, это согласно повелению Творцу, действительно, это мы выполнили так, как он нам это постановил, с нужным намерением, все, что мы тут описывали, начнем копаться, начнем копаться, начнем, если человек придет, мы же все время с претензиями, мы все время же недовольны, все время что-то нам не то, да, не то, мы все время... Если мы сами поднимем этот вопрос, почему ты нам не даешь вознаграждение на грядущий мир, ой-ой, не дай бог, почему, потому что, а-а-а, вы недовольны, вы в претензии, вы хотите, давайте разбираться, начнем разбираться, это самое худшее, не дай бог, что для нас есть, почему, когда выяснится, что мы вообще пустые, вообще у нас ничего нет, и даже то, что мы думали, что есть, и примешано какое-то другое намерение, и ничего во имя Всевышнего, все, все для себя, все эгоизм, даже Тор учим для себя, исполняем меццо для себя, все это для себя, там ничего нет. А если, не вдавайтесь в подробности, хорошо, не вдавайтесь в подробности, но тогда возбернемся снова к этому подсчету, сколько мы должны ему, сколько он должен нам, выяснится, что это несопоставимо, и об этом он говорит, снова давайте прочтем, сейчас это мы проявим, нам и с ней ставим, если бы даже добрые дела у человека были многочисленные, как песок морской, они не могли бы уравновесить, даже одного из бичительных благ сделало ему Творцом в этом мире, и тем более это верно, если у человека есть грех, вообще не будем говорить про греха, только про добрые дела, только человек делал, только добрые дела, потом факт, что дает нам жизнь, дает нам все составляющие, выполняет все-все-все, это уже несравнимо с тем, что человек делает, ну, тысячи добрых дел, по сравнению с этим, теперь он делает еще один шаг, и если бы Творец стал строго взыскивать с него в связи с долгой благодарности, ну, давай войдем в подсчет, как мы с вами сделали, в долгом благодарности, лежащем на днем, я тебе все дал, я тебе дал жизнь, я тебе дал разум, я тебе дал чувства, я тебе дал возможность ощущать наслаждение, вкус, запах, музыка, цвета, природа, птички, любовь, все-все-все чувства, смотри, что я тебе не дам, все это бесплатно получил, никого долга возвратить ты не чувствуешь, чувство долга благодарности лежит на твоих плечах, если мы начнем это выяснять, то все добрые дела человека побледнели бы и обратились в ничто, в сопоставлении с самым малым благом, сделанным Творцом для него, и все воздаяния, которые даст ему Творец, не положенному за дела его, а являются лишь милостью Творца, являются лишь милостью Творца. Теперь, если нам ничего не гарантировано, как вы понимаете, и все это исключительно как милость Творца, то что это указывать, как это можно указать в Торе? Начнем указывать в Торе, смотрите, все по милости Творца, в принципе, есть вознаграждение Гриши Томире, но на самом деле его нету, и надо все это описывать, то ранее это не описывают, это не книга, где там, изнутри описывается, каким образом все, как в устной Торе, все частные детали, это устная Тора должна описывать, в устной Торе это не должно быть. Нам ничего не полагается, это человек должен знать. Теперь мы можем вернуться и понять, почему так как все это хеседашем, все вознаграждение только по милостердию Всевышнего, то ясно и понятно, что его милостердие, оно проявится тогда, когда мы соучастники, когда мы партнеры его. говорили, когда мы его партнеры, то есть, он затворил этот мир, и всех нас, все евреи, чтобы они выполняли волю Всевышнего, мы видим, что люди не выполняют. Это очень хорошо, что ты ее выполняешь, но тебе должно и болеть за одно, что другие это не выполняют. Как это практически реализовать, как мы сказали, это не имеется в виду сейчас идти, начать сказать, быть проповедником в вратах города, и, значит, всех, как мы очень любим, всех порицать, и всех обучать жизни. Это вовсе не это имеется в виду, это мы не умеем делать еще хуже, тем более, что это исходит из нашего эгоизма, из нашего высокомерия. Еще хуже. Речь идет о боли в сердце, как мы говорили, о соучастии, о том, что у человека должно быть болеть. Почему? То, что болит Всевышний. Мы должны болеть. Как так, что мы потеряли миллионы евреев? Это должно болеть нам. Программа минимум. Если есть возможность действительно какого-то влиять, на тысячу раз спросить, как можно сделать, как правильно, как это практически реализовать, заниматься этим. Есть понятие мухим де катнут, есть мухим де гадлют. Есть, что называется, мозги малые, мозги большие. Есть в процессе роста человека, есть периоды жизни, когда он растет. У него малые мозги называются. Он понимает, только для себя растет. И так творится изначально сотворил. Это процесс роста. Для себя. Эгоист. Маленький ребенок, это 100% эгоист. И так дальше, и дальше. Чем больше растет, тем больше у него есть возможности поменять в себе степень эгоизма и добавить ему степень альтруизма. И так человек растет. Пока он не вырастет до состояния, когда в него войдут, что называется, взрослые мозги. Позрослеет. Когда увидит мир о том, что теперь все заботились о нем до этого. Я был маленький. Теперь я заботюсь о всем мире. Я вырос. Две разные категории. Теперь, когда это произойдет, если у кого-то это уже происходит чуть ли не в 15 лет, не в 18-20. Редко, но бывает. А у кого, мы видим, и в 40-50 еще не пришли, не выросли. Такое тоже бывает. Но план божественный, он, чтобы человек вырос из этого человека, который берет, в человека, который дает, становится соучастником всего процесса творения. Так ясно и понятно, что так как нет возможности выразить это в явной форме, что нам полагается вознаграждение, что мы можем получить вознаграждение в гривущем мире, но в принципе мы его не получаем. Это зависит от многих условий. Это невозможно описать, поэтому в Таре это не находится. Продолжает говорить, только мы не закончили эту мысль, продолжает говорить Рабейн Бахе, «Однако наказание в этом мире и в будущем истинно, и полагается человеку по суду, но милость Творца пересилила суд в своих мирах, как сказано и у тебя, о Господе, милость». Так же сказано в книге Телли, «И он милосерден, простит грех и не погубит». Он говорит, «Все это, то, что мы говорили, это только вознаграждение в грядущем мире». Но то, что касается наказания, и в этом и в грядущем мире все истинно, в этом тут проблем нет. С наказанием это ясно, то, что нам полагается, полагается, мы обязательно это получим. То есть, это может быть отложено только по милосердию Всевышнего, но то, что мы нарушили, нет возможности, чтобы мы не получили за это наказание. Не существует. Единственная возможность, это можно только отложить. То ли на протяжении жизни можно это разбить, наказание, были мелкие составляющие, но нет возможности не быть наказанным. И наказание придет то ли в этом мире, то ли в грядущем мире. Желательно в этом. Теперь, обратите внимание о том, что в Тарее указывается вознаграждение и наказание, но только в этом мире. Возьмите, откройте книгу Бахукатаева, недельную главу, описывается, описывается, и пойдете по моему пути, и вот такое вознаграждение у вас будет, все связано с благами этого мира, достаток, все, 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 что человек мечтает. А если не пойдете по моему пути, то пройдут какие-то наказания, и все наказания тоже связаны с страданиями в этом мире. Теперь, надо знать, эта мысль очень важная, очень важная эта мысль. нам кажется, что это вознаграждение этого мира и наказание этого мира. Зеленых, это не так. Сказано в Море, вознаграждения вообще нет в этом мире. И странная фраза, которой так много говорится, о том, что нет вообще вознаграждения в этом мире, не существует. Как не существует? Откройте Тору, там все описано, как вы сейчас сказали, это словите вознаграждение такое, вознаграждение такое. Это большое непонимание этого вопроса. А ответ он такой. А вознаграждение, которое Творец дает нам в этом мире, это только возможность еще больше выполнить желание Всевышнего, чтобы удостоиться вознаграждение вознаграждение в грядущем мире. Снова. Это мысли очень-очень глубоко, очень важно. Нам кажется, что вот все, что обещано нам, все, что обещано нам, и что будет урожай, и что мы будем сыты, и не будет война, и будет благополучие, как мы это понимаем? Вознаграждение. Это не вознаграждение. это всего лишь создание удобных условий, чтобы мы могли теперь выполнять повеление Всевышнего, как положено. А все наказания, которые есть, войны, эпидемии, не знаю, что там, проклят, голод, это всего лишь, он говорит, смотрите, вы не хотели выполнять мое желание в удобных условиях, выполняйте теперь в жестких условиях, не очень удобных. Могли бы это выполнять при сытости, теперь будете голодны, дали возможность, мир, сейчас идет мир, надо ценить, что сейчас мир. Хотите в военных условиях, ну давайте посмотрим, как будете сейчас в военных условиях все это делать. То есть получается, что то, что написано в Тарее и вознаграждение в этом мире и наказание в этом мире, это все связано с грядущим миром. Даже это. Очень-очень важное понимание, которое тоже надо знать. Теперь, итак, это мы разобрали четвертую причину. Четвертая причина, как мы сказали, что невозможно указывать грядущий мир в Торе, Тора не указала по той причине, что ее невозможно там указывать, она не гарантирована. Пятая причина, смотрите, пятая причина, надо тоже обратить внимание на удивительный анализ, который Венебахио производит, какой-то тонкий анализ, который один за другим раскрывает нам глубину, которая нам не была видна вот так на поверхности. он говорит в пятых, всякое доброе дело включает в себе две части. Первая скрытая, видимая лишь Творцу. Сюда относятся обязанности сердца, а также внутренний настрой человека, исполняющий заповеди и тому подобное. Вторая, то, что видимым образом связано с телом, не скрыто от других людей, и эти заповеди исполняемы вы посредством тела. Творец будет он воздает за дела видимые, исполняемые посредством тела, наградой видимой, относящейся к этому миру. Смотрите, какое простое. Игайон, простая, простая логика. А за скрытое служение наградой в скрытом в будущем мире. Все очень просто. И царь Давид ему говорит об этом следующими словами. Как велико благо твое сокрытое тобою для боящихся тобой. Подобным же образом осуществляется и наказание за грехи. Тут можно вообще закрыть лавочку. Это страшнее этого нет. Нет этого страны. Кто поймет, что тут сказано, просто должен ужаснуться всей своей жизни. Все так просто. Если у человека душа и тело, тело надевается на душу. Все что в душе это называется у нас субъект. Его невозможно не измерить, не рассмотреть. Его изнаружи не увидишь что-то внутри, не пощупаешь и не измеришь. А что да открыто? То что объект снаружи. Пожалуйста все что открыто. Так связано с телесным, с материальным. Твертворец полевает. Как он полевает? Он нас рассматривает как всадника с лошадью. Вместе душа сделана не по отдельности. Человек выполняет митцву. Он должен выполнить, как мы говорим, он должен выполнить ее своим телом. С одной стороны. А с другой стороны, это со стороны лошади, коня этого. А со стороны всадника, то есть сердца человека, он должен выполнить с должным намерением, с должным желанием и так далее. Есть как мы уже неоднократно это перечисляли. Значит получается, что в исполнении любого доброго дела, любого повеления Всевышнего есть две стороны. Одна открытая всем. Все видят, что человек исполняет. А другая совершенно скрыта, открыта только Творцу. Что там находится? Который это и есть так называемые сердечная гордость. То, что в сердце человека, то, что скрыто его, его, внутри, внутри, внутри. И человек может выполнять митцву, побеление, а думать о чем-то другом. Он может ее выполнять, намерение иметь самое эгоистичное. И список можно продолжить. Теперь мы начинаем понимать, секундочку, человек, большинство из нас живут вообще ни о чем, не думая, давайте отдельно оставим, это отдельная история. Предположим, человек задумался, еще уровень, и не только задумался, еще более высоком уровне, что меня ждет в грядущем мире. Я живу, живу, жизнь, как известно, у нас, она бесконечна, есть о ней конец, обязательно мы придем к этому миру, что меня там ждет. Вдруг он задумался, секундочку, что тут нам объясняем. Так, ты жил жизнью повелениями Всевышнего? Конечно, жил, вставал утро, молился, учился, работал, давал десятину, то это, ну, давай, давай, сейчас посмотрим. Все это, все это внешнее, да? Внешнее. Ну, за внешнее тебе полагается. Ты все это делал, выполнял, где, дают тебе, он сказал, воздает за дела видимые, исполняемые посредством тела, наградой видимой относящихся к этому миру, ну, все, получишь. Значит, тебе за твои добрые дела тебе полагается, получишь, что получишь, там, зарплату, тебе будет достаток, у тебя будет жена, они каждый день будут тебя сердить, тебе будут дети, ты более спокойные, какие-то вознаграждения этого мира, которые здоровые будешь, не знаю, хорошие условия. Я понимаю, что заработал, то и получил в этом мире. А что в грядущем мире? Не, грядущий мир, это уже связано с внутренней работой. Грядущий мир, он всецело связан с Творцом, с духовной, с духовной твоей жизнью. Ты ее развил? А что у тебя там внутри? Что у тебя внутри, в душе? Есть внутренняя жизнь, ты ее построил, ты ее выстраивал вот этими своими усилиями, постоянной борьбой, выбором изнутри, перебороть себя, иметь должное намерение, иметь желание, выполнить, сделать это все с радостью, как мы не раз перечисляли, эти составляющие, которые есть. Произнести правильно, с должным намерением, с желанием необходимым, из радости, это уже самое великое, самый высший уровень исполнения. Все это было у тебя? Начинают проверять, и вдруг выяснится страшная вещь. Может оказаться, что человек, вот с такими фейсами, что называется, шляпа, не знаю, там весь такой, живет мяши-арим, после 120, выполнял все, то это был человек такой, все, что требовалось, выполнял. Выясняется, после 120 лет, что у него никакого вознаграждения в грядущем мире нет. Почему? Потому что есть страшная вещь, называется, мелюмада. Человек, который выполняет все машинально. Так привык с детства, машинально. У более чувака это в меньшей степени стоит, потому что он уже себя переломает, нужно, так сказать, осознанно прийти к этому, к этому, к этому. Но это все более дело времени, когда и у него это станет машинально. Будет делать это, как машина, как автомат, как робот. Ну, все это делаешь. Мог бы и не делать тебе. Что же за это полагается? Ну, тебе полагается в этом мире. А что в грядущем мире? А в грядущем мире это только за то, что в субъекте, то, что в твоей душе происходило. Что там? Давай покопаемся. Какие там у тебя фантазии, какие мысли, какие намерения, какие желания. Там же внутри и истинный человек. А нет показуха, как все это видят. Поэтому перед Творцом нет показухи. Можешь его обдурить. Дурить можно других людей. Это очень ограничено. А Творца, а как ты можешь обдурить? Поэтому вознаграждение в грядущем мире вай-вай-вай-вай-вай-вай это только за то, что внутри души человека. А та самая истинная духовная работа, труд, 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 истинный труд. Вот за это труд и полагается вознаграждение в грядущем мире. Теперь, если мы это понимаем, усвоили, ну, каким образом это описать в самой Торе? Теперь это надо в двух словах как-то описать. Он говорит, Рабейну Бахе, на этой причине это одна из причин, да, которая еще добавляет, еще добавляет, это еще одна из причин, почему Тора не указывает вознаграждение, которое ожидает человека в грядущем мире. Потому что, снова, оно, ну, никак не гарантировано. Почему мы будем ему обещать, если, в принципе, человек может думать, что он удоставится грядущему миру, все выполнять, а на самом деле его там ничего не ждет. Ну, явно, что тут, сказать, обманывать тех людей нельзя. Поэтому и обещать такое нельзя. И дальше приводит, Рабейну Бахе приводит все псокимы истории, все фрагменты истории, чтобы доказать о том, что действительно за видимое исполнение дается в этом мире, а за внутреннее, скрытое, вот, в мире грядущем. Это пятый аргумент. Это пятая причина. Пятая причина, почему в Торе нет указания о грядущем мире. Теперь, шестая причина. В-шестых, когда пророк Моше говорит в книге Тора о награде и наказании, он говорит о награде и наказании в этом мире, обращаясь к людям этого мира. Очень-очень простая и важная мы снова, если бы мы начали бы думать, тоже бы дошли бы до этого. Не думаем. Кому обращается пророк Моше, когда он говорит в книге Торе о награде и наказании? Он же не может, он же не обращается к малахим, к ангелам. Кстати, продолжает, говорит, «В отличие от этого, когда Ишуа находился в мире ангелов, ему было сказано, соответственно, обычаю мира ангелов и дал я тебе ходить среди, между стоящими этим». То есть, когда речь шла о пророках, которые находились в другом состоянии духовности, позволяющей им действительно как бы находиться в двух мирах, то есть, осознать и существование духовного мира, как тут описывается, то и язык, описывающий это, меняется. Значит, мы ясно понимаем о том, что требуется соблюдать правила, и об этом он явно пишет, ибо таково правило, когда желаешь поощрить кого-либо к чему-либо или же внушить страх, следует делать это соответственно времени и месту, и постарайся это понять. Это действительно надо постараться понять. То есть, явно очевидно, что если мы захотим стимулировать человека для исполнения митцвот, захотим стимулировать, так мы начнем с ним говорить об абстрактных понятиях, которые ждут его в неопределенном для него будущем, в месте, которое никак не может быть понято в соответствии с тем, где он находится, он не может все это понять. правило простое, говорили нам много-много раз, о том, что всегда надо говорить согласно кликебуль, согласно тому, кто тебя принимает и слушает. Значит, смысла нет давать, если нет того, кто принимает. Значит, и обращаться, и объяснять. Нужно согласно пониманию того, кто это воспринимает. Теперь представим себе, что мы хотим сказать, что человек ждет наказание за плохие поступки. Говорит, да, а что за наказание? Он говорит, смотри, что за наказание, практически невозможно тебе объяснить, это понятие абстрактное, духовное. Ну, ждет тебя это где-то лет через 50. А, ну, все это. Это как приходит человек на вознаграждение, зарплата будет, будет, платим, да. Единственное, что он через 20 лет у него появится мотивация для работы. Если мы хотим, если мы хотим мотивировать человека, стимул, давай, сейчас, исполняй. Простая вещь. Если для этого палка, если для этого кнут и пряник, как у нас говорят, то ли кнутом, то ли пряником. Кнутом это не, мы тебя сейчас побьем лет через 10. Или тебя накормим пряником, займет, я знаю, там, 7-8 лет. Это не работает. И знаешь, что до этого через 7-8 лет, 10 лет, то ли эти умолы, то ли эти, то ли вообще пряники не будет вообще не надуть. А кнут иди, знаю, может быть, он весь истлеет и вообще не будет его не надеть. Не работает. Все должно быть моментально, как у животных, когда дрессируют собак или каких-то хищников, а все это тут же ему дают сахар моментально, чтобы это была прямая зависимость между тем, что делается и вот исполняется и вознаграждением, которое есть. Встал на задние лапы, сахар, не встал, пахнутом, о, теперь понимают, сразу ясно и понятно, что надо делать. Если Тара хочет обязать человека выполнить повеление Всевышнего и хочет стимулировать к этому, она обязана это делать пониманием человека этого мира. А что он понимает в этом мире? Он понимает в этом мире кнутый пряник. А, кнутый пряник не будешь делать, сейчас получишь, от тебя будет война, будет голод, заберем у тебя детей, жена, вообще, а, будешь тебя хорошо вести, будет мир, все будет хорошо, у тебя все будет себя хранять, спокойствие, благо, все, все, все будет. Этот человек понимает по этой причине, снова, это одна из причин, почему в Таре не написано вознаграждение грядущего мира, потому что Тара обращается, как тут сказано, говорит о награде, наказании, в этом мире обращаясь к людям этого мира. Люди этого мира понимают, что относятся к этому миру, а не к пониманию другого мира. Это шестая причина. Теперь, есть и седьмая причина. Седьмая, она, видите, тут не просто та, что вы знали, тут ничего случайного нету, все эти, всем все время у него причин, все идет по определенным законам, и седьмая, как бы, она все собирает вместе взятое, ее, может быть, сложнее понять, но она, как бы, окончательно, что называется, Макеба Патиш, она полностью, так сказать, выстраивает все остальные в одно единое целое. он говорит так, в седьмых, вся цель награды будущего мира это единение с Богом, приближение к Его высшему свету, как сказано в книге Шаяу, не пойдет пред тобою праведность твоя, и слава Господня примет тебя к себе, сказано в книге Даниэля, мудрые будут сиять, как свод небесный, и так далее, он приводит еще предложение, еще но достичь всего этого может только тот, кто возжелает, кого возжелает Творец, и подобное желание Творца основано наградой, как мы уже говорили, о том, что в конечном итоге все, что есть, так сказать, мы можем получить только в заслугу, не в свои заслуги, а только по милосердию Всевышнему. То есть, что он нам говорит тут? Что он говорит? Он говорит, что даже если мы бы захотели, после всего, что мы перечислили, упомянув Творе вознаграждения, человек бы ужаснулся бы, и не знаю, или он бы, он бы просто не понял, чего, что, 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 чего от него хотят вообще. как можно это упомянуть? Вот так вот на это самое. Что за вознаграждение на самом деле ждет нас там? Какое вознаграждение там нас ждет? Согласно тому, что написано в книге пророков, Исланш, что я имею в виду, на мелкие истории, что мы знаем из устной Торы. Вознаграждение, которое ждет человека, и это, естественно, вознаграждение, кто учил книгу Дереха Шем, там это описано подробно. Кирваты Луки, все, близость к Всевышнему. Чем больше чистота, подготовленная в этом мире души человека, тем больше близости его к Всевышнему. Это вознаграждение, которое есть. Чем больше тебе болело то, что ему болело, чем больше шел по его путям, чтобы уподобиться ему, в духовных мирах близость устанавливается подобием. В принципе, человек должен сделать из себя Бога в миниатюре в этом мире сам. Чем больше он из себя сделает Бога, но не в том смысле, как это со знаком минус, как это было у фараонов, Исава, у Малека, у всех-всех персоналов. А в том смысле, что воистину уподобиться альтруизму Всевышнему, то есть полностью отдать свое Я, полностью, полностью, полностью отдать свое Я Всевышнему. Так он приблизится к нему. Может быть, чтобы мы были Я, как-то сказать, двух Богов нету, мы не можем этого, там не помещается двое. Надо себя, Творец дал человеку возможность чувствовать себя Богом. Да. Он дал все чувства. Но вызов-то ему основной, который есть, в чем он состоит? Чтобы выбрать полностью вот это Я, свое ощущение, я понимаю, ты мне не скажешь, человек должен взять судьбу в свои руки, мы там впустим Енисеев спять, перестроим весь мир, улетим туда. Мы, 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 Вот это вызов человеку, что сказать, чуть-чуть. В высоком мере, свое Я, который ты отделил, свое ощущение, что я тоже что-то значу. Человек звучит гордо, Я Бог. Ты пересилил это. Иди, 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 все это, ты Бог. Сейчас, сделаю так тебе, это сказать, какой-то, комар тебя укусит, и все, дело с концом. Крепичный с головой. Это выбор человека, перестать быть Богом. Как только перестанешь быть Богом, ой, иди сюда, ты мой. Это и есть блингая, это и есть вознаграждение, которое есть. Ну, как это можно все это обидеть? Кирвата, ну, кинь. Близость к нему, близость, близость. Это тема сама по себе, какая важная, глубокая тела. Смотрите, для того, чтобы мы это понимали, чтобы вообще была возможность этого, есть такое понятие, это понятие называется любовь. Любовь. Что такое любовь? Любовь, это желание быть вместе. Обратите внимание. Это вместе. Вместе, вместе. Желание быть. Это любовь. На языке Торы, это Аава, Агематрия, все это знают, это 13, как слово Эхад. Эхад, это один. Один, числовое значение, один, любовь, одинаковое. Да, то есть, это привлекает на нам, на одинаковую сущность этих понятий. Любовь, это только когда один, только один, когда вместе, все желание есть. Когда вместе. Обратно этому, это когда не хочется быть вместе. даже понятие ненависти у нее есть уровня, уровня. Самый высокий уровень это неприязнь. Ты мне противен. Я не могу тебя вытерпеть. Есть что-то выше этого, это невозможно. Это полностью, это не только, это полное отчуждение. не могу ее вытерпеть. Это полная противоположность любви, где хочется быть вместе. Что есть выше вознаграждения, которое возможно? это близость. Самое большое наказание ты мне противен. Уйди отсюда. Ты мне не нужен. В миниатюре мы это видим тут в отношении между людьми. А как на самом деле это между человеком и его творцом? Так это устроено. Цель награды будущего мира это соединение, единение с Богом. Приближение к Ему высшему свету. Приближение к высшему свету. Насколько мы очищаем свою душу, в принципе, наша душа это тоже свет. Единственное, что мы можем этот свет запачкать, замаранить. Замарать. Тума называется. Насколько мы очистим нашу душу от этой тумы этого мира, от желания этого мира, от привязанности к этому миру, от любви к этому миру. Настолько душа, она очищается, настолько у нее есть больше шансов удостоиться грядущего мира, потому что она просто становится все более и более подобна реальности света Творца. Чем более она подобна света Творца, тем больше есть приближение. мы говорили в духовных мирах, близость, она устанавливается о мероподобии. Близость устанавливается о мероподобии. Насколько подобны, настолько близки. теперь он переходит к тому же практической боли части и говорит о том, что, послушайте, полагаться на Бога, на то, что Он приготовил праведникам награду и в этом, и в будущем мире за их служение, и Он даст ее достойным. И точно так же наказание тем, кто заслужил его, это прямая обязанность человека веры. Подобно качеству веры, сверельство полноте и совершенству его веры, как сказано об Аврааме, и поверил он Всевышнему и зачел он ему в праведность. И так же сказано, и пропал бы он, если бы не надеялся узреть благо от Господа в земля живых. Теперь то, что соединяет, собирает сейчас все, мы вроде говорим только о каких-то деталях, но это, в принципе, суть всего, что мы сейчас изучаем. Когда мы говорим о уповании на Всевышнего, мы говорим полагаться на Бога, на то, что Он приготовил праведникам награду и в этом, и в будущем мире за их служение, и Он даст ее достойным. И точно так же наказание тем, кто заслужил его, это прямая обязанность человека веры. То есть, вот все, что мы говорили, что есть вознаграждение в этом мире, вознаграждение в грядущем мире, и что-то оно связано с этим, это прямая наша обязанность. Это часть упования, мы не можем, это не, это часть веры, это результат веры. Единственное, что, это не предоставлено нашей фантазии. Мы не можем фантазировать, мы можем просто так придумывать. Человек вот сейчас сядет и будет, это часть устной торы, это часть передачи от пророков, от самого Творца к человеку, который раскрывает нам истинную суть этого. Человек не может до конца сам додуматься до всего, что мы тут говорим. То есть, когда мы говорили награды в этом мире, в грядущем мире, это только то, как тут сказано. Естественно, надо добавить к этому мнение других, мудрецов по этому поводу. Итак, это непосредственно наша обязанность знать, что есть грядущий мир и о том, что человека ждет наказание за все его поступки. В этом мире, в грядущем мире есть вознаграждение в этом мире, есть в грядущем мире. Не гарантировано. Наказание гарантировано, вознаграждение не гарантировано, но мы можем удостовериться. Это должно нас подбодрить, должно дать нам стимул для того, чтобы мы его удостоились. Теперь говорит он очень важную вещь, как, чтобы, так как мы обязаны верить во вознаграждение, то мы можем прийти к неправильному пониманию реального осуществления этого. То есть мы будем выполнять, да, мы стимул получим и начнем выполнять обязанности наши, то есть повеление Всевышнего, начнем выполнять с надеждой получить вознаграждение грядущего мира. О, вот это нельзя делать. Видите, дополнительная вещь оказывается о том, что после всего, что мы сказали, после всех условий, после всех... Есть еще самое большое, трудное, которое, ну, после всего, как мы пробудили в нашем желании хотеть удостоиться вознаграждения грядущего мира. Он говорит, если вы будете этого желать, ну-ну-ну, вы этого не получите. Человек не должен полагаться на свои добрые дела и быть уверенным, что получит за них награду в этом будущем. Откуда вы уверены? Вместо этого он должен не жалея труда и страданий возносить благодарность Творцу за постоянно даруемое ему благо. Но не в надежде на вознаграждение в будущем, которое Творец будет обязан ему дать. И кто тебе ничего не обязан дать? А только полагаясь на Бога и милость его. После того, как предложил все усилия, чтобы исполнить свой долг благодарности об отношении к Творцу за великое добро, и вы к нему, как сказано в Пирке Авод, да, не будьте как рабы, которые служат своему Господу, чтобы получить награду, а будьте как рабы, которые служат Господу, не ради того, чтобы получить награду, и добудет на вас страх небес, как известно. из Пирке Авод. Ой, как тут много сказано, это вещь очень-очень важная. Нельзя, тут правила духовные, нельзя, нельзя желать, нельзя исполнять повеление в надежде получить вознаграждение. Это должно быть ясно, да. Есть некое подобие, очень отдаленное. Человек хочет быть уважаемым. И он стремится прославить свое имя. Чем больше он ищет уважения у других людей, тем больше он его теряет. Интересное духовное правило. А с другой стороны, чем больше он убегает от почести, странным образом почести за ним гонятся. Улавливать этот духовный принцип, он-то устроен все по-другому. В какой-то степени человек, который говорит, а, я буду, да, конечно, в принципе, сколько я тут живу, лет 70-80, а там меня ждет вечность, так я что, рассрачу свою вот эту короткую возможность удостоверить достоиться в вечности. А я буду выполнять митцвот, буду выполнять все, буду жить по Торе, как мне говорят, все очень хорошо. Очень хорошо. А только для чего ты это делаешь о том, что достоится? Как только ты это делаешь, это называется с корыстной целью. Ведь мир грядущий это полный альтруизм, это полностью свое я удалить. А тут что-то и говоришь, да, я удостоюсь, я там тоже буду кем-то. а ты хочешь быть кем-то, чем-то и там, все, что выполнял, гурныш, митгурныш, лошевый клюк. Не, 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 это не, это ничего не стоит. Нельзя это делать. Нельзя это делать. То есть, а как надо да делать? О, а как да надо делать? Надо исполнять по велению. Как долго? Мы привезли из Советского Союза со всеми нашими проблемами, которые у нас есть оттуда, много хороших. Есть такое понятие, которое чисто, я не знаю, на других менталитетах такое у нас встречает. Называется надо. Надо. И не спрашивай, почему. Надо. Надо выполнять. Почему? Так Бог сказал. Что ты начинаешь искать, таскать все так, так, сяк. Он тебе сказал, выполняй. Выполняй. Вознаграждение. Какое вознаграждение? Сейчас еще палки получишь. Еще тебе по голове дадут. Никаких, никаких вознаграждений, никаких. Надо выполнять свой долг. Если человек только осознает, что его существование в этом мире это одно чудо. оно не обязательно. Тот факт, что он живет, ему подарили жизнь. Он живет, все это работает. Ему выдали эти 70 лет на свое существование. Он только понимает, сейчас он скоро вообще, так сказать, ему выделили эту возможность, дали ему, ну давай, давай, вот тебе 70-80 лет, давай посмотрим, что ты преуспеешь. если он это понимает, у него жизнь совершенно другая, он понимает, что все тут временно, и все, только на, как испытание, все, все вокруг, одни испытания, он будет использовать это для того, что достоится грядущего мира, не захочет его потерять. Но только нельзя это делать с желанием «А, и там я тоже удостоюсь, вот чтобы я это удостоился». Нет, это уже нельзя. Это надо делать с тем намерением, которое создаст ему там условия существования. Там альтруизм, ты тоже должен быть альтруистом. Почему надо делать? А, просто так надо делать. Это моя обязанность. Мне так много дали, как мы, вся книга построена от чувства благодарности, а я все должен, только-только из благодарности Всевышнего мы должны делать, а не по какому-то другому причине. Никакая другая мотивация не должна двигать нам. Только одно единственное благодарность Всевышнего. Во имя Его и в имя Мене. Один из благочестливых людей говорил по этому поводу, «Человек не сможет удостоиться награды будущего мира в услугу своих дел, если ему со всей строгостью предъявить счет за дарованное ему благо». Как тут уже говорили. Он может получить указанную награду только по милости Бога к нему. Поэтому нельзя полагаться на свои дела. Нельзя полагаться на свои дела. Туарест нам дает, так много дает нам. Так много дает. У нас нету по сравнению с тем, что он нам дает, что мы ему даем. Ничего. Ничего не полагается. Надо все выполнять, как только положено выполнять. Как положено выполнять. Слышал от раба аппарата. Он рассказал про… Слышал от раба Шиллера. Он глава Ишива Орсамех. Когда еще началась одна из первых Ишива Лабаличева. Так он, она же рассказала ему, что в одной из своих поездов, чтобы собрать средства для содержания Ишивы, то он попал в один дом к одной очень богатой женщине. И он стучался, так сказать, просил. Когда она услышала о его просьбе, она начала на него орать. А, вы паразиты. Идите работать. Что вы спрашиваете, что вы ищите деньги. Интересно. Когда он ее выслушал, дал ей все высказать. Я прошу упражнения, но я тебе одну маленькую вещь все-таки хочу тебе сказать. Смотри. Я не спрашиваю, сколько вам лет. 50-60 лет. Человек, вы живете. Что он только вам не дал. 50 лет, 60 лет жизни. Он вам дал здоровье. Он вам дал богатство. Он вам дал ощущение удовольствия. Он стал перечислять, и все-все-все. А что вы дали ему? Это все он дал вам. А вы ему что дали? Что вы ему дали? Все, все у вас есть. Что вы готовы ему заплатить? Получается, что в твоей жизни все время ты только брала, и брала, и брала, и брала, и брала у Всевышнего. Что ты ему готова дать? Так ты говоришь о паразитах? Кто тут паразит? Единственное, которые хоть что-то готовы ему дать. Надо поменять какой-то свитч в голове, чтобы все это понимать. Итак, давайте подведем итог. Были перечислены 7 причин, 7 причин, почему Тура не упоминает, грядущий мир вообще не упоминается в прямой форме. Теперь, наше время уже истекает. Тем не менее, я только хочу, вот это четвертый раздел, так как осталась всего лишь одна единственная, седьмая сфера, последняя, мы сейчас чуть не перепутали. Тут было 7 причин, объясняющих, почему в Туре не указывается грядущий мир. Это все посередине разбора семи частей, как проявляется непосредственно в нашей жизни упование на Всевышнего. Это мы разобрали шестую. Теперь, находясь в этой внешней, так сказать, семерке, мы сейчас пришли к седьмой части сферы нашей жизни, и как проявляется упование Всевышнего в этой седьмой сфере. Мы ее разбирать особенно не будем, буквально в двух предложениях, по одной единственной причине. Ой, как она далека от нас. Почему? Снова седьмое, это то, что все собирает, если истинное упование, которое у нас есть, и которое должно быть, оно тут разбирается, как оно должно быть по самому высокому счету, по самой высокой мерке, которая есть. Вот написано. Только быстро прочтем, и на этом завершим. Говорит он так, перейдем к объяснению седьмой части, последней из упомянутых в начале нашего раздела. Здесь идет речь о щедром, неподдающемся описанию благодеяния Бога, который он проявляет к своим любимым, избранным в будущем мире. Чтобы правильным образом проявить свою уверенность, да, бетахон, уверенность во Всевышнем, во всем этом, следует делать то, что поднимает человека на ступень благочестивых, достойных упомянутого вышел благодеяния со стороны блога. А именно, он должен вести себя по обычаю людей, отделяющихся от мира, питающих отвращение к его удовольствию, должен изогнать из своего сердца любовь ко всему, и склонность сделать выбор в пользу дела этого мира, заменить это любовью к Творцу, будь он благословен, предать себя ему, находиться в нем для себя радостью, утеху, отрешиться от этого мира его обитателя, ввести себя по обычаю пророков и великих праведников. Смотрите, это все не просто далеко от нас. Мы просто живем в поколении, которые даже не понимают эти слова, они могут насмехаться над этим. Это что-то ум непостижимо. Это не связано, так сказать, оторваться в ее что-то перечисленное, понимаешь, не приклеивается вообще к нашей реальности, поэтому особенно говорить мы не будем об этом. Только надо знать, что тот, кто полагается на Бога в надежде и тогда, если он живет вот этой жизнью пророков и великих праведников, тогда его сердце будет уверено в Боге, в том, что он окажется ему щедро благодеяние. Это истина. Тогда он переходит совершенно в другой уровень, когда действительно упование, оно имеет базу, имеет основу такой человек удостаивается истинно грядущего мира. А если, а тот, кто полагается на Бога в надежде, что он удостоит его подобных милостей без соответствующих деяний с его стороны, тот глуп и недалек. Он подобен тем, о ком сказано, делает дела земли, опросен граду Копенхаз. Разбирать особенно глубоко это не будем, я думаю, что это ясно и очевидно, но это истинное упование у тех, кто доходит до самого высокого уровня, высшего уровня служения, которое наблюдается только у пророков и у мудрецов. То, на этом завершили очень важный, очень глубокий центральный перег, главу, центральную главу о уповании на Всевышнего. продолжим в следующий раз, уже в следующую главу. Всего доброго. Привет, Зарусуллим. Зарусуллим.